Переходим к блокам в Кандинском. Как я говорил в скринкасте про Гутенберг, появление блоков WordPress сравнимо с появлением книгопечатного станка. При том, что про блоки я рассказывал и рассказывал и рассказывал, по блокам в Кандинском поступает все равно много вопросов, поэтому давайте зайдем с другой стороны. Заведем в качестве главной абсолютно пустую страницу. Заголовок не важен, потому что он не будет отображаться, зачем нам на главный заголовок, а для того, чтобы он не отображался, надо включить вот эту галочку «Скрыть заголовок страницы». Это в выпадающем списке параметры страницы. Все, страницу надо опубликовать и выбираем ее в качестве главной. И вот так выглядит наш сайт. Все сломалось, все пропало. Да, но зато хорошо видно, из чего он состоит. А состоит он из трех блоков. Шапка — это мы уже разобрали. Футер — подвал. Это мы еще разберем. И содержимое страницы. Шапка и подвал — элементы постоянные. Содержимое — элемент динамический. То есть меняется в зависимости от того, на какой странице вы находитесь. Сейчас мы на главной. В качестве главной у нас выбрана страница с названием «Самая главная». Сейчас она пустая. Идем заполнять. В админке, кстати, есть указание, что именно эта страница выбрана в качестве главной. Итак, блочная система. Блочная система значит, что каждый новый абзац, даже состоящий из одной буквы — это новый блок. Блоки бывают разные. Текстовые изображения — таблицы. В общем, их куча. Но у Кандинского есть свои блоки. И вот про них мы сейчас и поговорим. Вообще, про блоки WordPress у меня есть скринкаст, который вышел, как только вышел Гутенберг. А Гутенберг — это и есть редактор блоков WordPress. Ссылка на скринкаст в описании. Добавляем блоки, например, вот этим плюсом. Здесь самые популярные, а нам нужно посмотреть все. Вот все блоки, которые есть в WordPress. Встроенные и дополнительные. Тут в том числе те, которые добавлял я сам. И тут, вот. Тут есть блоки, которые относятся непосредственно к Кандинскому. Так и называются Кандинский. И к Лейке. Так и называются Лейка. Лейка — это плагин для сбора пожертвований, которые разработала Теплица. Ссылка на курс также в описании. Вот блок-обложка. Тот, который мы вкратце разобрали в прошлом уроке. Но мы вставим главный блок. У него больше возможностей редактирования. Все, вставили. И сразу кинем, например, блок о проекте. Новости и команда. В моем случае команда не нужна, но просто покажу, как заполнять. А то тоже спрашивают, где брать фотографии или как сортировать. То, что мы накидали блоки в повалку, это ничего не значит. Эти, как и все остальные блоки, вы можете перемещать относительно других блоков. Удалять и производить иные манипуляции. Вот этот блок у нас будет на самом верху в качестве обложки. А под ней будет блок о проекте. Так, готово. Значит, выделяя блок, справа появляется меню настройки блока. Вот настройки о проекте. Вот настройки новостей. Они разные у разных блоков. При этом справа же есть настройки страницы. Это глобальные настройки всей страницы. В нашем случае самый главный. Тут URL, изображение страницы, теги, если есть разделы, в которые вы добавляете страницу и так далее. А выделяя блок, вы попадаете, но не всегда, в настройки этого конкретного блока на этой странице. Если не попадаете автоматически, кликните на закладке блок. Непосредственно в главном блоке есть изображение, фоновое изображение, заголовок, текст и кнопка. В данном случае эмблема Кандинского является изображением на фоновом изображении. Удалим и добавим свое. А вот. Он автоматически все центрует относительно текста, фона и так далее. И непосредственно это изображение сюда не вписывается. Сюда бы лучше что-то квадратное, поэтому мы его удалим и вставим квадратное. Ну что-то тоже не очень. Ну ладно, оставим пока. Дальше у нас цвет текста и фон. В данном случае предустановлена картинка от разработчиков темы, которую конечно же нужно удалить, чтобы сайт был не похож на другие. И вставить вместо этого. А вот что я вставляю, вы узнаете из следующего видео, в котором мы разберем все настройки главного блока и наполним его полезной информацией. Главный блок мы разберем достаточно подробно, еще два по касательной, остальные можно делать по аналогии.